Масл Мэдс Брэндон Грэхэм выиграл первый конкурс Масл Мэдс под названием тренировка с Каем Но эта тренировка с Каем оказалась намного тяжелее, чем он ожидал После 12 минут ментальной подготовки и 20-минутной тренировки пресса, а также растяжек и 5 подходов в разводке ног Кай наконец готов начать настоящую тренировку Часть вторая. Это было похоже на чемпиона Победитель конкурса Брэндон Грэхэм победил и получил возможность потренироваться с самим Каем Грином Мне нравятся все видео с Каем Нравится оверкил По-моему, я все пересмотрел Мечта стала явью Тренировка с самим Каем Грином Опыт из первых рук Но я не сразу допер, что я тренировался с самим Каем Грином Только вечером перед тренировкой Я подумал и понял это Через 9 часов я буду тренироваться с чемпионом Сейчас закончим Главное Когда ты раскрываешься Ты втягиваешь таз Тянешь его вперед И когда ты это делаешь, ты сокращаешь свои ягодицы Распрямляешь колени Таз идет вперед Ты должен постараться И применить Этот подход ко всему Связанному С подобным положением колен Интересно, что Иногда Твое колено не всегда сгибается И сложно Сложно представить Как это сокращать Ягодицы Но если ты посмотришь со стороны Пытаясь вытянуть колено Когда ты поднимаешься Ты выносишь колено вперед И сокращаешь свои ягодицы Возможно Прям так и не похоже С первого взгляда Но когда я здесь Когда я поднимаюсь Становится сложно Это преодоление силы Сил тяжести Я думаю о своих ягодицах И сокращая их И в то же время Слежу за своими коленями И стараюсь Убрать нагрузку Со своих квадрицепсов Это очень отлично Очень здорово Развивает Твою нейромышечную связь И это мой Мой выбор Я решаю Куда двигаться Даже если квадрицепс Будет включаться в работу Максимум Всех усилий Будет получать Именно ягодицы А также Голень бедра Перед соревнованием И даже В межсезонье Я делал это С пустым грифом С пустым грифом Ну я делал это С большими весами Когда я был молод Когда мне было Где-то 20 25 Ну и ты конечно же Это делаешь Когда тебя снимают Фотографируют Поднятие больших весов Это часть бодибилдинга Как мы видели В прошлом Кай частенько Использует тяжелый вес Также и В фотосетах Для различных журналов Но в реальности Настоящая тренировка Проходит с использованием Это Поднятие Тренировка Кая Бережет суставы В отличие от Тяжелой тренировки Питательными веществами Мышцы И вымывает токсины Позже Тело Кая Становится Более подготовленным Для тяжелой тренировки Чем бы ты тяжелее Не тренировался Подобная тренировка Поможет выявить Какие-либо слабости О которых вы даже Не задумываетесь Только когда Мы начали делать Подтягивания Широким хватом А также Подъемы на брусьях Я действительно Начал понимать Что это Что все эти упражнения Следовали Друг за другом Такие суперсеты Обратите внимание Что Кай даже не вспотел И вот даже Особо не напрягло Даже в межсезоне Он поддерживает Невероятную форму Лучше чем у среднего Среднестатистического Бодибилдера Большинство Бодибилдеров Любят Использовать Огромные веса Это весело Но так же Растит Эго Но только При достижении Баланса Между техникой И весом В процессе тренировки Иногда к нему Подходят фанаты Которые хотят Скать Привет Или Сфотографироваться Это часть того Что Кай является Одним из самых Популярных Бодибилдеров Кажется Брэндону нравятся Эти остановочки Но эти перерывы Длятся недолго И Кай возвращается К своей Скорости Так Уже прошел Час тренировки Основные Мышечные группы Уже были Потренированы Но тренировка Еще Не закончилась Вначале Кай будто бы Испытывал Брэндона И думал Повышать Лепланку Так Десять Давай Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Давай Четырнадцать Давай Пятнадцать Мы пришли сюда Чтобы записать Небольшое видео Но пока тренировка Длилась Мои инстинкты Документалиста Активировались Брэндон просто Невероятно Вымотан Наверняка Он этого не ожидал Думал Просто весело Проведет время Со своим Героем Нереально подготовиться К подобного рода Тренировок Никак Я был готов На все Сто процентов Но Без подобного Опыта Я просто Офигел Продолжение следует Продолжение следует Доброе утро Да, сэр Я смотрел Какой Компион Да, сэр Я так устал А он такой Давай Продолжаем Я так устал В конце Я просто стою Давай Пойду Пойду Ты идешь Я не могу даже Поговорить сейчас Доброе утро Казалось бы Я хочу сдаться На долю секунды Но Я знал Что То, что Кай мне говорил Все его советы Я верил, что я справлюсь Давай, держи технику Технику держи Вообще Я думал, что это будет просто Такая очень классная Мотивация для меня Миллионы людей Будут смотреть на меня В интернете Или купить DVD Я рядом с самим Кайем Грином Я должен Показать класс Но Именно Те детали Которые Рассказал мне Кай Действительно Мотивировали меня До самого Последнего повторения Я знал, что я не могу Сдаться Не выдав Все Сто процентов Все свои Сто процентов Показать Показать Я просто хочу Делать еще И я не могу Продолжить Сто процентов Я не могу Продолжить Сто процентов Я не могу Продолжить В итоге, я был просто вымотан. Не всегда суть заключается в больших весах. Главное техника. Это не всегда надо мериться тем, сколько ты сможешь пожать. Это другая часть тренировки, которая действительно определяет победителя. Пока ты будешь совершенствоваться, ты поймешь, как все это применяется на практике. И когда ты все это сделаешь, ты понимаешь, что вкладываешь сердце. Тренишь на все сто рядом с Каем. Я не ожидал, что мышца может сжечь настолько сильно от подобных движений. Так Брэндон присоединился к элитному клубу парней, которые потратили время на тренировку с Каем Грином. Брэндон и Джейсон Майерс из фильма «Редемшн» стали друзьями на Фейсбуке и обменивались своим опытом по тренировке с Каем. Если бы мне сказали «Эй, на следующей неделе Кай будет снова тренить, хочешь присоединиться?» Я бы подумал, но думаю, в итоге я бы отдохнул. Дорогие друзья, дорогие зрители, хочу вам сообщить, что это мой последний перевод. Я долго обдумывал это решение, взвешивал все «за» и «против». К сожалению, вариантов «против» оказалось больше. Самый главный минус, конечно же, время. На перевод и полную обработку я трачу свой ценнейший ресурс – время. Сама идея перевода в видео у меня планировалась в качестве эксперимента. Хотелось попробовать себя в чем-то новом. Плюс своеобразная практика английского. Потом админ 100 килограмм Андрей предложил делать переводы для паблика, чем я, собственно, и занимался. За несколько месяцев на канале YouTube была выложена пара десятков переводов. Подписалось 14 сотен человек. Просмотр видео было более 100 тысяч. Вполне, как мне кажется, достойный результат. Еще и ричи немного раскрутили в Рунете. Помимо времени, также подвела монетизацией видео на YouTube. Прав у нас нет на коммерческое использование. Так хоть бы какие-нибудь копейчики капали. А так? Да и поднаело все это. Хочется попробовать нечто еще. Нельзя ведь топтаться на одном месте. И Денчик так говорил. Постоянно надо пробовать нечто новое. Желаю вам попробовать нечто новое, помимо бодибилдинга. Ну а так, желаю, чтобы у вас была бицуха за 50, спина с экватор и ноги космические. Спасибо всем и за все. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!